Всем доброго временных суток! Сегодня я готовлю закусочные рулетики из баклажанов по-грузински. Для их приготовления мне потребуется пару баклажанов. Баклажаны беру вот такие длинные и не толстые, не широкие. 1 стакан орехов, зелень, петрушку, укроп, кинзу, 1 чайную ложку лимона свежевыжатого, луковицу беру. Для жарки лука будет необходимо немного растительного масла, 2-3 зубчика чеснока, чайная ложка хмели-сунели, добавляю пол чайной ложки базилика, немного кориандра. И на любителя можно добавить острого перца чили. Начинаем приготовление с нарезания баклажанов вот так вот, ориентировочно где-то 3 мм толщиной. И теперь необходимо их присыпать солью и дать время, чтобы лишняя жидкость и горечь ушли. Солим, перемешаем и отставляем минут на 30 в сторону. Лук мелко нарезаем, я вот кубиками нарезаю миленько. И теперь обжариваем в небольшом количестве растительного масла, обжариваем до золотистости. Помещаю в разогретую предварительно сковородку. Лук готов, даю возможность ему остыть. При помощи блендера измельчу орехи. К измельченным орехам добавляю мелко нарезанную зелень. Сюда же помещаю остывший лук. Чеснок нарезаю вот такими пластинами, помещаю тоже сюда. Добавляю чайную ложку хмели-сунели. Чайную ложку свежевыжатого сока лимона. Пол чайной ложки базилика. Одну треть чайной ложки кориандра. И одну четвертую чайной ложки перца чили. И теперь измельчаем все вместе. Ну вот уже получается отличная консистенция. Вы видите и на влажность тоже достаточно нормальная. Ничего не надо добавлять. Если у вас суховатая получается эта смесь, то можно добавить ложечку просто кипяченой воды. И теперь немного подсолю по вкусу. И вновь измельчу. И начинка готова. Баклажаны простояли минут 30. Посмотрите, вот жидкость выделилась. Это горечь. И ее мы сейчас сольем. И можно будет начинать уже их поджаривать. Обжаривать буду на предварительно разогретой сухой сковороде. Если вы хотите смазать слегка маслом, можете. Но потом на бумажном полотенце пусть они полежат с тем, чтобы все лишнее масло поуходило. Чтобы они были сухие. Так, выкладываю. И обжариваю. До подрумянивания с двух сторон. После того, как слегка подрумянится, переворачиваем на другую сторону. И так обжариваем все баклажаны. Все баклажаны поджарены. Вот смотрите, вот так получается. И теперь даю возможность им остыть. В нашем регионе баклажаны называют еще синенькие. Если у кого-то тоже есть такое второе название у баклажанов, поделитесь этим в комментариях. Очень интересно, где тоже их так называют. Баклажаны остыли. И начнем их начинять. Я беру в виде немного совсем начинки. Выкладываю ее на край листика баклажанового. И начинаю вот так вот сворачивать рулетиком. Если у вас получились толстые баклажаны, и не совсем удобно в рулетиках они держатся, можно скрепить зубочисткой. Но у меня отлично держатся. И я выкладываю на отдельную посуду. Продолжаю также сворачивать остальные баклажаны. Вот такие классные баклажановые рулетики с ореховой острой начинкой у меня получились. Это отличная закуска к мясу. А мы как раз собираемся готовить шашлыки. Так что присоединяйтесь, готовьте вместе с нами. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!